Руководитель одного из крупнейших предприятий края по производству бытовой химии и косметики знакомит гостя со своим детищем. Говорит, продукция, а это более 700 наименований, есть не только на полках магазинов России, но и стран СНГ. При этом, чтобы оставаться на рынке и быть конкурентоспособными, необходима постоянная модернизация. В развитие этого производства, по словам директора, ежегодно вкладывают около 100 миллионов рублей. Надо, конечно, искать возможность этой субсидии. Мы получали субсидии, я вспоминаю, до 2016 года. После этого субсидий больше нет. Мы тогда получили через комитет по предпринимательству 27 миллионов. Да, ну, это небольшие деньги, но все равно они помогли нам купить какое-то оборудование и прочее. По словам предпринимателей, к сожалению, не всегда размер собственной прибыли соответствует реальным затратам. К тому же палки в колес оставят так называемые гаражные, другими словами, нелегальные бизнесмены. Они умышленно снижают цены на свою продукцию, которая далеко не всегда качественная, но и из-за своей низкой стоимости пользуются спросом. Таких предпринимателей, по мнению временно исполняющего обязанности губернатора края Виктора Томенко, непременно нужно выводить из тени. Либо частично, либо полностью они сегодня у нас с вами отсутствуют в легальном поле экономическом. Это за собой улечет огромное количество проблем и для потребителей, и для властей, и для бюджета, и для самих этих предприятий, и для работников, которые на них работают. В общем, это полностью негативная ситуация, которую надо преодолевать. Еще одна проблема, которая на протяжении нескольких лет, по мнению экспертов, является больной мозолью, это отток налоговых отчислений за пределы региона. Ряд крупных предприятий, сменив место регистрации, продолжает работать в Алтайском крае. Но налоги отчисляют не в краевую казну. Другая проблема с малым и средним бизнесом. Их налоги просто душат. На наш взгляд, именно для малого и среднего бизнеса, может быть, по отдельным направлениям, которые приоритетны для Алтайского края, можно было бы найти некие инструменты снижения налоговой нагрузки. В частности, законодательство позволяет в два раза снизить нагрузку для предпринимателей, работающих на прочной системе налогообложения. Сегодня уже понятно, после некоторого общения, что такие направления, как улучшение конкурентной среды, как улучшение качества взаимодействия и вообще работы банковской сферы, которая обслуживает все это, весь этот сегмент, весь этот сектор экономики. Конечно, разворот или, можно сказать, больший учет в налоговой политике именно стимулирующий составляющий. Это очень важно, и эти направления я поддерживаю. Виктор Томенко напомнил предпринимателям, что сейчас формируется новая программа социально-экономического развития Алтайского края, которая должна стать стратегическим документом, в том числе для малого и среднего бизнеса. Все дельные предложения внесут в программу. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.